Привет всем любителям фрирайда! Снимаем для нашего канала VR Freeride. Все лето мы, конечно же, ничего не делали, в смысле работали, но в нашем направлении сноубординга, естественно, ничего не делали. Вот сейчас решили немножко восстановить, начать записи каких-то новинок, благо они уже начинают поступать. И просто пошли на улицу застать какие-то последние солнечные лучи, потому что, скорее всего, потом пойдут дожди, за дождем снег. Говорят, кстати, в Шерегеше уже снег лежит наверху, так что некоторые, наверное, уже собирают чемоданы на первый фрирайд в Сибирь. А мы с вами сейчас поговорим про такой бренд, как Spectrum. Вы его уже встречали на нашем канале. Во-первых, это были обзоры масочек из магазина. В описании этого видео найдете ссылочку на этот видос. Также снимали на выставке Испа прошлой зимой, где маски этого бренда получили награду за самые экологичные маски выставки. Ну, в общем, давайте приступим, потому что есть еще несколько новиночек. И вот, как вы видите, у меня такой рюкзачок на спине. Это дорожный рюкзак объемом 41 литр. Рюкзак сделан из полиэстера с покрытием полиуретановым. Ну, вот знаете, как баннерная ткань. Она совершенно не пропускает воду. Ну, конечно, молнии здесь не влагостойкие, но этот рюкзак и не предназначен быть абсолютно водонепроницаемым. Это дорожный рюкзак. Что в нем интересно, и вообще, вот есть еще один, потом покажем. Вся фурнитура металлическая. То есть все вот эти застежечки, все пряжечки, все металлические, очень прочные. И вряд ли удастся их сломать. Они не ломаются, только гнутся. Рюкзак действительно большой. Причем все вот эти лямки, они все отстегиваются. Его можно при необходимости, например, в аэропорту просто сдать в багаж, если вдруг он будет слишком большой. Хотя по габаритам он вполне подходит под ручную кладь. У него одно большое очень отделение, в который в основном как раз все вещи и входят. И здесь есть карман для лэптопа. Он очень толстый, очень мягкий. Прям такой, даже с какой-то вот флисовой подкладочкой. Ваш ноутбук будет здесь совершенно в целости и сохранности. И буквально пару карманов по бокам. Ну, там для каких-то дополнительных вещей. То есть, в общем, дорожный рюкзак с дышащей спинкой, с дышащими лямками. Очень интересная штука. Второй рюкзак. Киньте мне второй рюкзак. Это уже такой городской рюкзачок, роллтоп. Роллтоп это имеется в виду, вот вы вверх рюкзачка так закручиваете. И закрывается он на металлическую такую же пряжку. Можно любой объем делать, в зависимости от того, что там у вас есть. Опять же, все пряжки металлические. Все эти ремешки, которым можно закреплять как скейт, так и, в общем-то, и сноуборд при желании. Все отстегиваются. Вот есть грудная перемычка, которая здесь состегивается. Она просто вот тоже висит на лямке. Ее можно снять. Поясную лямку тоже можно отстегнуть. И такой материал, он великолепно моется, очень быстро. Можно просто влажной губкой помыть, и все будет чисто. Тоже дышащая сетка на лямках, на спинке. Цены все есть у нас на сайте. Рюкзаки есть в наших магазинах. Так что приходите, смотрите. А дальше мы с вами поговорим об оптике. То есть о новинках, которые уже поступили новые. Это маски. Маски Spectrum. Как я уже говорил, мы делали на них обзор в прошлом году. Вы можете те модели посмотреть на сайте. А я вам расскажу чисто о новинках. Это две маски, которые в прошлом году были представлены на ИСПО. Это маски с магнитными линзами. Но не только магнитами они держатся, а еще и некими конструктивными деталями. То есть вот мы открываем масочку. Так она вот выглядит, завернута в бумажку. И вот на них Goldwinner. Это вот как раз с ИСПО. На прошлом ИСПО эти маски были признаны первыми лучшими экологическими масками. В масках есть всегда второй фильтр в комплекте. То есть если вот эта маска зеркальная, второй фильтр, как правило, какой-то розовый на туман. Снять фильтр очень легко. Он просто действительно на магнитах. Но у маски существует такой по краям тоненький-тоненький, тоненькая кромка, за которую все-таки эта линза цепляется. То есть если вы даже упадете, и магниты, например, не выдержат нагрузки, то линза все равно не улетит. Она будет держаться за счет этой тоненькой кромки. Но все очень быстро меняется. Но вот только единственное, чуть-чуть надо попасть в эти боковые кромочки. Напомню, что пластик у этой маски сделан из биоресурсов. Ремешок из переработанного полиэстера. Линза – это, конечно, поликарбонат. Но все линзы масок спектрум сделаны в Германии фабрикой Цейс. Они суперчеткие, идеально передают картинку. Ну и, естественно, есть разные варианты фильтров на разную погоду. Причем в наших магазинах будут с этого года и запасные фильтры дополнительные. Например, прозрачные на ночное катание или какие-то там, если вы поцарапали свой зеркальный, можно будет купить новый. Значит, фильтров, точнее, масок два варианта – это плоский фильтр цилиндрический. И второй вариант – это, собственно, с такой же технологией линзы. Это сферическая линза. Сферическая линза, ну, кому что нравится, да, кому нравятся сферические линзы. Сферическая линза вообще более четче передает изображение, потому что расстояние от фильтра до глаза, ну, по всем, по всей, так скажем, по всем углам зрения одинаковое. Здесь то же самое. Она на магнитах, легко снимается, легко вставляется на место. Да, вот я это делаю с чехольчиком. Поэтому желательно так же тоже делать, потому что, чтобы не поцарапать маску, покрытие все-таки царапается, и желательно это все делать аккуратно. Всякие варианты фильтров вам лучше обратиться, посмотреть на… либо на сайте, либо в магазине, когда вы придете к нам. Так, давайте закончим про маски. Посмотрим. Посмотрим еще новиночки. Это солнцезащитные очки. Спектрум. В общем-то, они у нас уже с начала лета, точнее, после открытия пандемии, после пандемии, они присутствуют в наших магазинах, но мы на них никакого обзора не делали. Сейчас вот восполняем этот пробел. Солнцезащитные очки нужны круглый год. Что зимой, что летом. Зимой даже в горах на ярком солнце порой люди без солнцезащитных очков очень расстраиваются, что они их с собой не взяли. Так что приходите к нам за солнцезащитными очками очень четкими фильтрами. Фильтры у очков Спектрум тоже сделаны на фабрике Карл Цейс. У нас на самом деле всего лишь три варианта. Оправ. Ну, их всего три на данный момент существуют. Это вот такие более городские очки тоже. Весь пластик это сделан на основе биоматериалов. По концу дужек очень мягкие, с такой мягенькой резиной, и чтобы они никуда с головы не сваливались. На переносице тоже такая мягенькая резиночка. Причем эти резиночки есть в комплекте дополнительные. Можно разной толщины эти резиночки поставить и на разную форму носа их надевать. Когда надеваешь очки с такими потрясающими фильтрами, просто надев их, понимаешь, что настолько все четко видно. Четко. Получается у вас действительно. что не хочется их снимать даже. Ну, в общем, модель такая вот одна раз. Называется она... Что это была за модель? Анджан или Аньян? Есть еще примерно такой же формы. Называется очень смешно, но вообще это шведский бренд. Шведы любят по-разному называть всякие вещи. Ну, за примерами далеко ходить не надо. В Икею зайдите, и там можно просто удивляться тому, как придуманы эти названия. Вторая модель тоже, она, ну, примерно такая же квадратная, немножко другой формы. Здесь, наверное, чуть больше квадратов. Есть пока в данный момент три, точнее, два варианта оправ. Это черные и такие, как сказать, прозрачно-зеленые, темно-зеленые, не знаю, изумрудные. Ну, в общем, слегка цветные. Вся конструкция тоже самая, такая же, с мягкими резинками на переносице, на дужках. И третий вариант очков, это уже более спортивная модель. У нее такой большой один сферический фильтр и легкая душка просто сверху переносится тоже из мягкой резины, меняется на разные варианты. Ну, такие очки уже больше подходят для занятий таким более активным спортом, как велосипед, бег. Да, в принципе, у них можно и на лыжах, я думаю, на сноуборде покататься, если понадобится. Ну, прям очень четко. Прям настолько классные линзы Цейс, что если сравнивать, например, с какими-то более дешевыми вариантами, то эта разница чувствуется. Ну, собственно, наверное, все про спектру. На данный момент это все новинки. И, значит, уже на сайте есть новые маски новых цветов, пока еще не все, но уже они пришли. То есть вот эти вот новые маски с магнитными линзами есть в наличии. В магазинах, скорее всего, они тоже сейчас скоро появятся. Еще пока, наверное, ассортимент не перевели на зимний. Ну, на сайте уже они есть. Заходите, смотрите. И до новых встреч. Приходите к нам в магазин Freeride, Aka Squad и выбирайте оптику. Субтитры сделал DimaTorzok